так товарищи заехали мы короче в магазинчик телодобой вот шо дома все порешали за так камеру не схватил аж ну да да не схватила я не взял короче шо позвонили на ну слышали даша что приехали поменяли счетчик все вот пломбы сняли пломбы поставили вот все пучком вот забрали мы дашу и поехали теперь все вместе вот еще взяли тамера он хочет что-то докупить подкупить вот и так далее подарочки вот все сейчас короче покатаемся с тамером что еще что еще блин короче блин катаемся катаемся товарищи ешкин кот все они выспавшиеся всем хочется спать ничего не хочется делать но надо новый год же ё-моё на носу так что так товарищи срубили нашу елочку под самый корешок да а теперь дойдем маститься дом машинку непонятно он ведь какая и нам по скидочке и уступили мы никому не говорим сейчас короче главное чтоб она тут не она не сломается тут коль не сейчас завяжет коля своими штанишками а я потом буду стирать багажничек все она не развяжется ну короче поняли да ой тут к на 3 назад у купили все купили ура 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 все ёлки конечно цены разные очень разные прям совсем разные цены копать все все едем за светланкой едем тамера сдаши высадили вон на этом в центре там они что-то еще кучуют не пойми чего подожди подожди там сзади а что ты там выйдешь вот высадили а сейчас светку забираем потом за до шестомером и потом уже давно двери да вроде а это же среди сосудового то да сзади какой подключены ёла конечно море большое количество так а нам на этими двориками нельзя там проехать не аккуратно аккуратно мы выйдем на подставил она на волку да а короче не то пальто нам надо нам надо не то пальто блин надо было в аврору все-таки заехать купить эту бумагу ну потому что ладно мы попробуем из домашней взять если сегодня что получится то можно будет завтра докупить правильно все ребята наконец-то мы сейчас забираем светлану они едут к нам купаются потому что вы представляете вот это блин повезло сейчас я покажу себя вот это блин повезло представляете сняли хату и не за малые деньги ну как-то такая неплохая а у них второй день они вчера поехали домой света нету что-то выбивает и причем не только у них в квартире во всем подъезде подъезд целый выбивает вроде на ночь сделали этот свет сегодня утром просыпаются замерзли как собаки а почему потому что свет опять вырубила а там же котел и все и бойлер все отопление вода горячая отопление вода да хотел бы работать через естественно ребята свет через свет и вы представляете короче вот такая вот фигня поэтому еще света собрала эти всякие шмотки до трусишки маечки блин и забираем их себе купаться а что делать вот это приехал вот это тот амер колорит всей украины увидел на дороге красота блин света нету покупаться нельзя в туалет не ну в туалет можно сходить вода есть вода есть а вот света нету да и поэтому нагреть воду нереально а у них там только один чайник у них там ничего нет даже так просто ну как сполоснуться ой короче цирк выбрать так что вот так хочу забираем светланку она собрала уже шмотки там едут к нам они хотели сегодня в город выехать но естественно красивенько там сходить куда-нибудь в кафешечку туда сейчас сначала они покупаются а потом уже на такси поедут от нас в центр потому что у нас времени вообще нету мы ничего не успеваем я сейчас положила ну тоже мясо все вытянули с морозилки на приехали электрики мы поехали ну электрика уже встречать чтоб счетчик поменяли я придавая мясо вытаскиваем потому что если мы задержимся в городе но не успеет разморозиться а холодец на ночь надо ставить понимаете вот так что сейчас мясо под разморозила сейчас буду его чистить расчищать там вываривать наверно сначала надо первый раз же выводить копыта вот эти вот чтобы от всего там вычистить язык же опять почистить не сейчас сейчас наберу так все мне на свету набрать болтушка ну вы представляете за шлемы только шок светишь быстренько сгонять в туалет света нету до сих пор представляете нету до сих пор света целый день не было света в хате холодно но в квартире в смысле представляете ничего же невозможно сделать а тут же все про практически электро блин это копец представляете это ж ужас целый день просидеть в хате где нет света надо было сказать светке чтоб она собиралась доехала к нам домой тогда что она сидела здесь мы что мера забрали немножко раньше потому что нужно было сюрприз же свете сделать но подарок там туда-сюда знали бы что не будет нету света и все остальное но что не будет целый день света надо было сказать чтоб она собиралась так к нам прямо ехала домой что сидеть ой цирк на дроте вот как повезло так повезло да а темнота друг молодежи вот вам пожалуйста темнота друг молодежи понятно что это не от там хозяйки зависит представьте все люди сидят перед новым годом представляете кому что там надо это а холодильники там же сейчас же холодильники забиты всем мяслом там еще чем-то еще чем-то представляете вчера целый день день до день и ночь не было света трошки включили опять выбила и это и сейчас у кого-то мясо у котов шо это вот кошмар куча народа перед праздником а да на балкон особо и не вынесешь на балконе тепло у нас плюсовая погода короче ребята трындец полный приехал называется человек в гости смотрите этот дом полностью горит этот дом вообще не горит то есть вы видите да что происходит и люди говорят что тут неизвестно когда включат и усу ремонтики тут ходили мы спросили короче они говорят непонятно где вообще шо замыкает и чо отрубается вот поэтому непонятно шо и вот вам пожалуйста представьте как людям это раз понятно что квартира ну кто сдавал квартиру мама нашли виновата наш не знал что такая ситуация квартира неплохая все такая ситуация ответьте этот дом светится этот дом не светится и за ним еще там один не светится и еще там где-то по моему у тот не светится но какой-то короче из этих домов не светится то есть который идет по этой линии не светится понятно что мы сейчас к себе забираем в любом случае зачем же заплатить то поговорили уже с квартира но кто сдает квартиру она говорит я верну денежку все как полагается только что опять же таким и представляете у нас же как им будет любом случае света так нормально а ему будет они комфортно в любом случае будем сейчас что-то думать ну они собирались завтра у нас уже ночевать потому что 30 готовить надо 31 ну понятно что у нас ночевать а вот первое тоже ну кто это куда уедет потому что первое мы тоже отмечаем второе мы идем на сауну тут тоже а вот третье когда 5 уезжает он четвертого ночью думаю может на пару дней где-то все-таки какую-то хатку снять чтобы они хоть вдвоем романтик провели ё-моё тоже представьте не вариант да света ты расстроена к вам ну короче будем сейчас решать ребята все мы в пакетах у меня я не знаю видно или нет у меня ноги там все в пакетах у нас только один коля не в пакетах потому что я покажу если вы понимали сзади ёлка торчит со всех сторон здесь все в пакетах оно пожалуйста видно нет я хоть правильно показать пакеты сумки да видно у всех под ногами у всех на ногах у всех короче все как полагается чем мы едем понимаете нам не рыжуху надо нам надо комбайн а батон это мы не купили как говорится так ну все в принципе еду и держи вон мне нужно тут держать соевый соус вываливается короче капец собирались поехать с удреца быстро купить ёлку ну чтоб вы понимали да купили 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 елку ураааа Нового Году БИТЬ да елку купили ё-моё самое главное не можем украшать прийма чем украшать зато купили ёлку что значит не можем украшать лана есть ему украшать и кому украшать кнопочка на вот но конечно не... ну всё выгружаемся уже вторая партия пошла вон Даша вторая партия пошла чё у меня ещё а У меня, да, пакет Я ж не могу вылезти, у меня ж между ног пакет Я ж никак вторую ногу не перекинул А ёлку бы и вынесли уже, да? Да, да, да То есть мама позвонила вовремя Ой, капец В общем, разряжаемся потихоньку Блин Ещё чемодан сейчас надо вытянуть Я на съёмке, меня не трогать Я так устала Иди, чемодан тянем У тебя ничего нету? Уже всё, забрал Колю Короче, ребята, устала Собаки маму ждали Да, мама в тишине хотела в машинке посидеть А собаки бегают вокруг машины Типа, мама, выходи И ты макаешь, да? И ты макаешь Ай, мака Мака, мака И маму ждали, да, маму радовались Ну, по сапожкам мне не топчались Пошли, пошли Не дали мне посидеть в тишине в машине Всё, какой-то ходит Заходи ты, не можешь пройти Оооо, сапога смеет Варапога 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 морковой точно также чесночка по вашему вкусу точно также соль перчик точно также кориандр и подсолнечное масло вместе с уксусом точно так же я все дело я кстати и баклажаны делаю по этому рецепту буквально немножечко баклажаны мы проварим да чуть-чуть совсем и отцеживаем на дуршлычки и делаем так точно также можно делать с капусткой цветной капустой многие же любят цветную капусту типа по-корейски там туда-сюда обязательно добавляйте морковку видите как у меня здесь покажи что у меня здесь вот обязательно добавлено грибочком именно морковочка не по-корейски а просто свежая морковка что сделаем мы с подсолнечным маслом и с уксусом и еще раз буду объяснять потому что многие спрашивают и это самое смотрите вот что сейчас происходит буль-буль-буль-буль-буль видите и такие неприятные пары именно уксуса выходят и это очень чувствуется вообще лучше если вы новичок делайте очень на медленном газу все это дело потому что у вас уксус просто-напросто загорится из-под масла в любом случае загорится поэтому делаем на медленном газу и очень долго и нужно я делаю это на быстром потому что я уже это привыкла делать я уже чувствую когда хватит вот сейчас прям уксусные первые пары вышли такие знаете вонючие все и можно в принципе все это сливать в мисочку вот она как раз видите так буль-буль-буль-буль видите булькает ни в коем случае долго не держите чтобы она не булькала потому что не дай бог и может загореться уксус это дело любит из-под масла если вы не уверены в своей посудине которая готовится ну то есть в миске да она же может быть не жаростойкая как говорится не выдерживаете большие температуры тогда готовьте лучше вымалированной посуде потому что если вы горячее подсолнечное масло собьете в мисочку пластмассовую которая не выдержит высоких температур она у вас просто дрожжется все смотрите я это все дело смешиваем и все и все ребята рецепт готов вы можете уже кушать такую такие грибочки в принципе сразу в принципе сразу это все очень очень быстро пропитываются они уже вкусные а ну николай скажи что они уже вкусные естественно запах просто бомба граната естественность они поставят полчасика будут еще круче ну уже да скажи туда сейчас я их перекладываю куда-нибудь чтобы они стояли уже мариновались это ведерочка будет который никого не найдет наверно на коридорчике нас стоят такие ведерки а сюда пересыплю морковь и то же самое сделаю точно также чесночок точно также подсолнечное масло черный перчик красный перчик кориандр сахар соль все то же самое все абсолютно то же самое если вам по вкусу будет не хватать остроты да вы можете добавить красного жгучего перчика если вам не хватать будет допустим такой чесночности вы можете в любой момент выдавить еще не там чуть-чуть чесночка а если не хватать будет такой уксуса было да вот кто-то любит очень уксусное доливайте просто уже свежий уксус нужно его опять же на сковороде это делать просто все же уксус доливать и даете все вот такие ведерочки расфасовываю в принципе что морковку что рюкочки и будет вот так поедешь влазит в литр не влазит чуть больше вот ну чуть-чуть больше может оставим себе немножко покушать и что хочу вам сказать что можно морковки гораздо больше чем я поклала можно больше и еще плюс к тому же эти грибы но морковь обязательно кладите такой будет более приятный вкус и что я хочу сказать что такие грибы и ну такая морковка такие грибы вот и по-корейски вот это все да хранится отлично в прохладном месте месяц а то и два вот серьезно говорю что месяц а то и два оно все хранится отлично то есть вы можете сделать и на любой праздничек просто взять все в холодильнике будет стоять нигде ничего никакие не плесень ничего не пропадет и не переквасится вы знаете как есть квашеная продукция да она переквашивается а это нет это остается такое же вкусное такое же свежее и насыщенное обалдительное обалдительное засыпаем в ведерочко даваем это все у нас еще и лишнее останется хотя же поле девочка влезли это оставить чуть-чуть лучше пускай будет больше лезет на новый год и красота можно просто в прохладное место уставить да и все да да ну ничего вставлять у нас там а морковки кажется везде как вроде килограмм кажется полная миска на самом деле и получится вот такой ведерочко и половинку полтора литра получится с килограмма морковочки все делаем по тому же сценарию ну что товарищи убил кого-то и закопал зайка вся в бурячке что товарищи поработали можно и пожрать как говорится это вообще-то не нам сильно пожрать а вообще-то попробовать и тамеру и как бы и нам заодно да 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 короче взяли мы суши всякие разные короче самые короче вкусные очень вкусные только у нас в ст да 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 и вот это состоит и вы короче в черных упаковочках это ст да да очень вкусно это с по моему тунцом это с лососем вот а это типа день-ночь ну инь-янь типа называется а вот эти я не знаю это уже света ходила свет а как называется вот эти вот которые где выбрали вообще прозрачных суши бокс суши боксе но не конечно побогаче смотрят хит номер один чем чем они фиг его знает вот но очень красиво выглядят вот эти вот и вот эти вот и слушай боксе вот такие вот даются коробочки видите для удобнее да не разливающиеся а это в ст разливающие и они меньших на сколько сделали помнишь и не были побольше да 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 вот сейчас мы никак не можем все собраться до кучки чтобы это все дело приговорить мы сидим я выпачкался в бурячок свекла сейчас пойду умыть ручки и сейчас мы соберемся наконец-то всей дружной толпой чтобы это все дело скушать а еще у меня уже отваривается копытом кусок ляшки не копыта не варится кусок ляшки свиной два языка язык для чего потому что почистить надо вот ну и копыта чтобы вернее кусок ляшечки для того чтобы с него ну лишняя вся как закипит вытяну уберу все лишнее и уже буду варить чистое мясо такой красивый без косточки всякой вот а копыта уже после этого одно самое такое некрасивое будем уже потом в этот кипяток макать потом все это будем сливать и в новые водички супер холодец водить сегодня 29 число завтра 30 числа будем разливать все устава сил нет все думаю надо говорить всем пока будем говорить всем пока показывать как мы это все будем лопать не будем потому что показывать не будет до нибудь потому что реально все устали все устали уже никто ничего не хочет и никому ничего не надо спасибо что были с нами а елку будем украшать завтра надеюсь они 31 какой-то обычно а вообще за границы 31 украшает этот елочку так что так все не забывайте ставить пожалуйста пальчики вверх подписываться к нам на канал осмотреть наши влоги под уставшие под уставшие увлоги просто столько всего перед новым годом навалилось мы сами в шоке да да как-то новый год он всегда приносит какие-то подарки а это прям подарок подарок поэтому такие добавилось нам короче забот ну это приятная забота всем хорошего настроения всем самых-самых лучших впечатлений перед новым годом и естественно пока пока